вуаля я тебя приветствую на самом главном шоу планеты земля и так что-то хотел сказать и забыл огород ты вот говоришь лёха из революционера превратился в огородника огород это 90 процентов всей революции или что ты думаешь что мы сейчас тут будем как этот динамит делать банки подрывать да не не наш революция это в первую очередь автономность независимость вот когда ты сможешь себе создать свои условия жизни что ты себя можешь обеспечить всем тем же чем а без что нужно для жизни при этом абсолютно не зависит не зависит от матрицы вот это самое главное это самое большее что ты можешь сделать от матрицы я имею ввиду смотрит наш вообще матрица такая штука тоже надо будет как-то придумать запилить серию видосов по освобождению из матрицы потому что все не так просто это от матрицы надо быть свободным не только на физическое тоже не только еда деньги там я не знаю отопление тут же еще ментальных ловушек в голове много это потому что многие люди думают что они вышли из матрицы но некоторые на самом деле они перешли из одной матрицы в другую маша это не совсем выход ну да ладно слушали жарко становится короче огородник эти сейчас покажу лучше давай свой огород это так что у нас тут потихонечку растет короче колорадские живы съедает мою картошку ну и херс хер на нее правильно короче так кабачки выросли ну-ка в смысле выросли еще сами кабачки еще не выросли вот у меня арбузики видал может быть даже арбузы будут видишь один раз засыпал и трава почти не растет вот так где-то что-то про пролазит иногда он кабачок в бочке потихоньку раз этот расширяет свои владения так что у нас тут еще интересного так вот вот что-то я дыни посадил них хрена дыни по моему не растут может место не то бывает следующем году другом месте посадим он тыквы так это у нас руккола вся погрызанная креста цветной бложкой вот у нас пертики видишь пертики 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 выращивать свою еду это то же самое что печатать свои деньги вот мне кажется нашу многих людей неправильно вообще понятие что важны главное не деньги а главное ресурсы как говорят мышь для того чтобы нам жить нам нужны не деньги а ресурсы деньги это просто удобная штука чтобы этими ресурсами обмениваться поэтому bitcoin это нормальные деньги потому что они никому не принадлежат как бы как золото а гривны доллары рубли евро это это хуйня короче ладно ну пока мы конечно вынуждены и пользоваться но ты погодь погодь мы тут мы все перестроим лично с тобой на остальной мир похуй мне вообще глубоко насрать что произойдет со всем остальным человечеством это каждый получает то чего он заслуживает никто как говорится никто тебе не виноват родители друзья окружение президенты надо брать ответственность за свою жизнь на себя пора взрослеть ладно смотри это у нас по моему огурчики о а тоже какие-то блин палочки ставить подвязывать лишь надеюсь это огурцы насадил тут что-то потом наш что-то повырастало уже не помнишь что оно было где-то перцев насадил не помнишь какие из них да как у меня то капуста больше уже стала как красивая блин а у меня знаешь это я 12 кустов посадил осталось 8 тоже типа состригали какая-то одна не принялась тут еще жарко у меня еще кота ру дует он бывает там где что-то раз росло маленькая еще он там ямку выкопает и все поэтому мне что желание знаешь еще собаку говорит что лёха собаку заведешь да спасибо я вообще животных не люблю вообще никого не люблю знаешь я понял что единственная хуйня которую я люблю на этой планете это я все на всех остальных нас и и так хорошо жить становится ничего нет кого не ожидаешь а ты переживаешь он человеку плохо ему бы помочь хотелось это он ему твоя помощь нахер не нужна и ты тут начинаешь по этому поводу париться все избавься от таких этих навязчивых идей никому не надо помогать не надо никому помогать это узнать это я я страдал такой хернёй так уже лучше стало мне например вообще прикалывать это каждый день вижу меня на все постепенно растет на такой включаешь какой-то видеоролик за 5 мая тут пусто а тут тоже нихрена не пусто он у меня лишь как морковка дает какие какую ботву не знаю что там вырастет капуста что-то пока не совсем вяжется чё у нас тут семена шпината зреют так а какая красивая ботва знаю посмотрим что с него вырастет так тут капусту или уже говорил сожрали мы ничего я еще лука здесь посеял так вот репа 4 пу грызет кристоцветная блоха ну я иногда бывает притрушиваю пеплом так что я хочу сказать не только ты не хочу он тут код какой-то живет там тарам там там так о кинза растет кустовато что ли посеял пучок для как у меня уже томаты или ты отсюда не видишь так смотрим перчики уже 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 похоже на перчики да и вот перчики помидорки красота все уже можно реально блин не ну кусты выросли это хорошо еще что на кустах должны помидоры в принципе вырасти а то понимаешь тут вообще все дело такое что кусты то вырасти могут но их потом кто-то может сожрать или какая-нибудь болезнь вот например с капустой чудо за херня такая шот это за дырки такие а мне это не нравится а вот видишь минут еще по моему тоже огурцов и на насадил блин столько работы столько работы еще каких-то надо палочек понавтыкивать ниточек протянуть ай-яй-яй-яй-яй видишь он ромашка ты видишь ее или нет то я нихрена не вижу что там видишь так помидорки как прикольно летом нет хорошо когда значит я не знаю я бы не наверное не особо хотел бы жить там где все время тепло конец мотануть на может быть там даже на пару месяцев зимних куда-нибудь в теплые края там временно пожить это это наверное нужно неплохо но вот так вот чтобы знаешь жить в местности где круглый год лето для как помню в этом в эквадоре были то там охренеть можно в эквадоре в панаме а смотри как как у меня все пышно стало у меня тут кстати еще горох есть видишь хотя я не особо любитель гороха а где горох я эти кусты вижу а гороха не а вот начинать движет движняк цветы цветы у меня тут еще есть цветы понимаешь цвет это тоже очень важная часть не я ничего не знаю на хрена не нужны не ну красивенько знаешь он так пахнет особенно на вечером когда сумерки тут такой контраст слушай может этот с лепестков роз эфирных масел наделать бля лёха какие еще масла ты шо вообще с катушек съехал а может сделать а может и сделать так что чуть я хотел рассказать такого интересненького особо интересненького ничего нету короче детский сад записал же с я этот видосик своей любимой и там еще короче один так надо кота в тенек зайти спрятаться возле возле параши можно постоять да лето конечно хорошо но чуть-чуть тепло записал короче я видос для своей любимой ну там еще один я вопрос на нет как не выбрасывал открытый доступ лёха то этот психолог еще тот 80 левела но походу вызвала шквал определенных эмоций и что ты думаешь вот думаю как бедные люди которые живут под жесткими масками вот этой под фальшу которые играют эти ролевые игры это как им все-таки наверно тяжело ну там в общем какая ситуация ситуация что было у нас все как я не знаю как в кино как там про моего и джилета а по итогу оказалось что она меня это было все игра короче она пошутила и тому подобное это и все общение никакого нету с ее стороны не ну я-то парень простой открытый я это люблю ну видишь моя проблема в том что я я просто люблю я все люблю поэтому не проще чуть-чуть это короче звонит впервые за два с половиной года у меня звенит мобильный телефон номера я не записываю вообще номера не записываю в принципе всегда все что можно если на если нужно можно всегда номер взять привет у тебя время есть свободное да конечно ты можешь мне подсказать короче мне там типа надо эти деньги в россию отправить как это сделать я конечно подсказал и ну хоть знаешь хоть бы сказала спасибо типа там за поздравление а или это она типа сделала вид как будто она ничего не увидела ну ну короче не кросс души человеку обеспечен так ладно что мы что мы делаем прорву я сейчас немного еще травы янка выебуется понимаешь все перед почему янка к тебе не может приехать потому что я нахожусь за пределами ее зоны комфорта понимаешь для того чтобы янка ко мне приехала это не ну у меня например нету зоны комфорта поэтому я могу в любое место приехать а так это как я не знаю как вот одному человеку пред приглашают какое-то место он как бы и хотел туда море то приезжай но он не может себе этого позволить он боится он будет чувствовать себя как не в своей тарелке вот поэтому янка и не может приехать а я не собираюсь знаешь как говорится у меня нету желания помогать людям смысле как у меня желание помогать может быть и есть но вся правда в том что человек должен сам сказать это помоги это внук протянуть руку в первый тогда можно помочь про не тут иначе просто нельзя помочь вот в чем фишка это нельзя сказать давайте помогло давайте я помогу я могу я знаю я блин самый главный психотерапевт этой планеты вылечил себя могу излечить всех нет так не работает это нельзя навязать так что это знаешь между то это я вот ну кто-то мне писал говорит я вот пытаюсь людям помочь а в ответ получаю только хуйню не надо им помогать потому что они не просят даже если они в полной жопе даже если это твои я не знаю родственники это дети нельзя навязать это как знаешь человек наркоман он не готов допустим до лечиться ты его берешь за уши и в наркологический центр он с него сбегает и опять начинает употреблять ну для мальчик сам должен сам сказать вот когда он скажет допустим помоги вот тогда можешь действовать ладно все поеду я на речку чего прорву траву поеду покатаюсь я на речке потому что ушел покатаюсь на речке прокачусь на речку еще в этом году не купался даже ты представляешь занятый тут такой весь это то не просто и в принципе начало лета такое довольно таки прохладное было то сейчас он понеслась теплы не так что слушай может он приезжает эфирных масел мы делаем с лист листвой розы это ладно сюда